Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов и сегодня у меня на обзоре Exit LX. Давайте внимательно рассмотрим этот автомобиль. Едем с вами в Exit LX. Здесь есть навигация, современная панель. Слушайте, очень хорошо смотрится и даже есть шумоизоляция. Но основной звук в этой машине идет как раз из арок. То есть их, конечно же, бы не мешало дополнительно изолировать от звука. Машина похожа на ренджик. Вот этими крутилочками двух зон здесь климат-контроль и все обогревы складываются. Зеркала заднего вида не хватает, только, конечно же, люка. Машина достаточно большая. Управляется неплохо, дорогу держит, кстати, тоже нормально. Руль, кстати, вот эти кнопочки, что все интуитивно понятно. То есть ты едешь, понимаешь, куда, чего там, где громкость, где что. Есть, соответственно, у нас автоматический свет. У нас, соответственно, есть здесь круиз-контроль. Также автоматическое запирание дверей. То есть все неплохо. Отделка нормальная, в отличие от того же москвича, где там пластик, наверное, на ладе такой дубовый-дубовый. А здесь такая, знаете, панель достаточно симпотная. Из нюанса, вот если обратить внимание на кресло, мы с вами видим боковую поддержку. Я бы не сказал бы, что я сильно широкопопый. Блин, ну вот едешь и на немножечко, знаете, ноги сдавливает вот эта поддержка. Не знаю, конечно, в дальнобой я на ней, на этом автомобиле не ездил, но вот не знаю, будет ли это комфортно. А есть, где нога, там, соответственно, вот там прям находится такая, как педаль. То есть положила место под ногу, под левую, потому что она, в принципе, в поездке на автоматической коробке нам не нужна. И вот сейчас мы выйдем немножко дальше, проедем вот это микрорайон Южный в Севоложске. И там можно будет подать газку и посмотреть. Здесь прикольный бортовой компьютер. Можно много чего здесь поменять. Показывает. Средний расход 11,3. Ну, надо потом посмотреть, какой здесь, конечно, двигатель, информация о поездке. Ну, знаете, такого... А, и все. И вот, кстати, облом на что-то сделай, и она не крутится дальше. Вот было бы прикольно, если бы все бы это крутилось. Так у нас получается информация расход. Так, так, так. И все, и больше ничего нет. Предупреждения нет. Есть настройки, есть музыка. И все. Ну, так нормально. Здесь можно выбрать разный уровень подсветки. Есть их три. Вот этот красный, синий там, и еще какой-то цвет. Внимание! Камера фиксации нарушения в 400 метрах впереди. Вот слышите, как говорит. Навигация, кстати, здесь жалко, что не Яндекс. Я не знаю, кто здесь за навигацией. Надо будет разобраться, посмотреть. Есть голосовой помощник. Вот, видите, нажимаешь вот сюда, говоришь ему, что сделать. И он, кстати, работает достаточно адекватно. Я вас слушаю. Включи громче. Вот, громкость мультимедиа включил. Давайте проверим, что у нас здесь со звуком. Ну, знаете, в общем, в этом автомобиле нужно слушать все достаточно тихо, потому что звук, конечно, так себе. Хороший обзор. Настраивается здесь лопухи достаточно нормально. Зеркала заднего вида. Обратите внимание, что все видно, что слева, что справа. Камера фиксации нарушения в 400 метрах впереди. Стойка достаточно широкая. Ну, вот, комфортнее на москвиче, кстати, было, чем здесь. И вот видите, как здесь кнопки сделаны. Здесь мало то, что есть вот такая кнопочка. Она и кнопка, и крутилка, и стрелки. То есть, по мне, вот, управлять намного удобней, чем до этого я вам показывал москвич 3, наш китайский москвич. А кто не видел, обязательно, друзья, посмотрите. Ну, табло, панель смотрится прикольно. Она из двух дисплеев. Ну, такое ощущение, что сделано, знаете, что-то вот как на Мерседесе, на Е-классе. Вот что-то такое наподобие. Так, все, проезжаем в Севолошко, и скоро мы с вами будем в Янино. Надеюсь, где-то мы сможем разогнаться чуть выше 50 км в час. Здесь полностью электрические настраиваются сиденья. Здесь эко-кожа. Сидеть, кстати, удобно. Но, знаете, напрягает, когда вот чуть ниже попу, вот эти ноги, ляжки, их вот эта боковая поддержка, знаете, ну, так чуть-чуть сдавливает. Ну, возможно, кому-то нормально, или нужно мне, может быть, вес кинуть. Ну, как-то так, знаете. Не очень мне это нравится. То есть у меня, по крайней мере, это неудобно. В плане управления здесь есть два режима. Есть эко, есть спортивный. Спортивный руль становится чуть жёче. В принципе, всё адекватно. Держит дорогу шикарно. Автомобиль, но вот много посторонних звуков как раз идёт из подарки. Кстати, по бездорожью достаточно хорошо автомобиль себя ведёт, едет нормально, не козлит. У него достаточно длинная база. И мне понравилось, что не пробивалась подвеска, в отличие как от «Москвича-3», по нашим просёлочным, друзья, дорогам. И, соответственно, очень-очень она едет тихо. Но когда заезжаешь в лужу, вот со мной звук тоже идёт из подарок. Понимаю, там, скорее всего, шумоизоляции просто нет. Под капотом, друзья, этого автомобиля полтора литра, и у нас вариатор. Вот даю газку в пол. Он думает, а потом происходит подрыв, и, знаете, он такой волной идёт. Ну, в общем, эта машина, конечно, понятна не для быстрой езды, а такой для неспешной, комфортной, возможно, знаете, такой пенсионерской езды. Но при этом полтора литра, 11,2 расход, вот считаю, достаточно много для такого автомобиля. Но, возможно, конечно, из-за того, что он большой, высокий, может быть, много весит, конечно, такой расход нормально. Но, полагайся бы, здесь стоял бы двухлитровый или двух с половиной турбодвигатель, то расход был бы, соответственно, ниже. Машина, кстати, в колее достаточно хорошо себя чувствует. Её, знаете, не ведёт. Она не прыгает из одной колеи в другую. Это мне нравится. То есть здесь достаточно комфортно ехать. Ну, вот я уже проехал минут 20, и вот, конечно, самое неудобное, о том, что я вам говорил ранее, это то, что боковая поддержка достаточно узкая. То есть, скорее всего, рассчитан на тощие китайские задницы. А для наших российских, где люди намного крупнее и выше, это не так-то и хорошо подходит. Мы сейчас с вами едем по достаточно убитой асфальтной дороге в Янино. И здесь начинается пробиваться как раз звуки. Стало больше некомфортного звука из арок автомобиля. То есть, конечно, понимаешь, что для себя надо делать дополнительную шумоизоляцию арок и, возможно, дополнительную шумоизоляцию днища. Машина себя вот на такой дороге ведёт себя полностью адекватно. Я не испытываю каких-то, знаете, там проблем с управлением. В колее она тоже не скачет. И достаточно, я так еду, вальяжно и комфортно. Ну и обратите внимание, что сама панель, сама навигация смотрится достаточно красиво. То есть, такой приятный городской автомобиль. У автомобиля небольшой пробег, 22 361 километр. Но вот здесь уже в торпеде появились жучки. Чувствуется, знаете, по звуку, что там какой-то пластик бьётся. А пластик. И по мне, конечно, это достаточно странно, потому что, ну, 22 000 – это просто новые автомобили. Вот по такой зебре у нас машину начинает подколбашивать. Сзади стучит. Вот такая внутренняя крышка багажника. Причём она так хорошо стучит. Вот выходим напрямую, даём газку. Она немножечко рванула. И всё, и провал, друзья. То есть, дальше она не едет. Но большой плюс, что есть автоматический свет и автоматический датчик дождя. Это, конечно, плюс, что не нужно самому крутить ручку. У автомобиля очень хороший отклик на педаль тормоза. Немножечко, только слегка прикоснулся, и уже она тормозит. Вот лучше было бы так на педаль газа. То есть, нажимаешь, и, знаете, он такой волной пошёл. Ух! И сдулся. Вот это, наверное, как раз вопрос к вариатору. В общем, указатель поворота. Знаете, если у всех это работает, у него такой приглушённый, такой интересный звук, то здесь он такой, знаете, ну, не знаю, достаточно какой-то звонкий, я бы сказал так. И это сразу, знаете, вот, например, музыка тоже, да. То есть, я не меломан, то есть, мне не нужны там сабвуферы и всё остальное. Но когда ты слушаешь музыку, она, знаете, здесь пустая. Вот радиус слышно, играет композиция, которую ты уже слышал много раз. И не хватает низов, не хватает средних частот, не хватает высоких. Может быть, конечно, в более дорогих комплектациях, если они есть, там со звуком всё лучше. Но здесь, конечно, так себе. Звук достаточно так себе. Громко музыку слушать неинтересно. Достаточно большой автомобиль, колёса, здесь куча пластика. Ну, смотрится, например, вот мне не нравится, как передние двери смотрятся. Как-то, знаете, вот такое ощущение, что внутри, знаете, трубку вставили, его надули, он раздулся. А передок смотрится неплохо. Красиво фары, то есть, в принципе, такая, знаете, нормальная, городская, симпатичная машина. Складываются зеркала заднего вида. Да, вот она, Exit LX. Где у нас тут? Открывайся багажник. Ну, здесь, видите, автодоводчик. Камера тоже вся в грязи. Здесь багажник с двойным дном. Можно возить ещё кучу всего интересного. Ну, достаточно нормальный багажник для повседневной жизни. Или, там, если поехать куда-нибудь на пикник, то его, полагаю, хватит. Так, протрем камеру. Есть кнопочка. Вот это большой плюс. Значит, настроил переднее сидение под себя. Двери такие массивные. Сразу, значит, такое ощущение, что... Вот, видите, сварочка есть. Что такое всё дорогое. Резиночки. А, это она вылезла. Так, или кто-то уже вытаскивал. Везде нормальные кнопки. Exit написано. Ну, музыка, вы уже поняли, что так себе. Грязь за уплотнитель здесь не проходит. Как на «Москвиче». А тут, кстати, я бы не сказал бы, что достаточно большое расстояние. Вот я сел за собой, как мне комфортно. Из плюсов есть дефлектор обдува заднего ряда. Есть подогрев. Также двух подушек середина не подогревается. Три подголовника. Серая обивка потолка. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, открытие лючка бензобака. Ну, стандартное управление электросидухами. И вот самое основное, когда ты сидишь, то вот эта боковина дает как раз тебе в ногу. И мне не очень комфортно. То есть хотелось, знаете, чтобы они немножко чуть побольше были. Ну, возможно, это момент привычки. Здесь у нас обычные стеклоподъемники, зато всех четырех окон. Складываются зеркала заднего вида. Вот здесь сделана вот эта подставка. Здесь подзаряжать можно телефон. Кладешь, и он подзаряжается. Но она достаточно скользкая. И я бы, знаете, сюда бы его не поставил. Два USB-шника. Панель похожа чем-то на... Сами знаете, какой автомобиль. Садишься, запускается с кнопки. Сиденье сразу же пододвигается под тебя. И вот давайте смотреть, что здесь интересного. Вот у нас есть режим эко. Режимы переключаются вот здесь. Можно включить режим спорт. Ну, я езжу на эко. Я не любитель гонять. Мне это не нужно. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Так. Он показывает средний расход. То есть, 11,2 для такого автомобиля, ну, я считаю, достаточно много. Тем более, я ехал спокойно. Но, может быть, кто-то до этого гонял. Поэтому такой расход. Предупреждения нет. Здесь вообще, вот знаете, тоже такой калькулятор настроек-то нет. Только он цветной и красивый. Радио, которое ты выбираешь, там щелкаешь. И все. И вот здесь, например, тоже, да, вот, например, что мы видим? Только средний расход и движение. Поездка, то есть, на короткое расстояние и, соответственно, поездка на общее. Все, больше здесь как бы нет. Есть датчики непристегнутых ремней. Он, соответственно, ругается, нагревается машина очень быстро. Музыка здесь такая, знаете, достаточно посредственная. Но зато вот есть кнопочки обратные. В отличие от москвича. Навигация, телефон, карпэй, сама музыка. И вот давайте делаю громче, слушайте. Ну, так себе. Настройки. Так, это соединение основное. Погнали. Экран, время, дата, язык, ограничение просмотра, видео, определение кнопки, информация о версии, память. Ну, а тут прикольно. 6 мегабайт все занято. А так, целый гигабайт диска. Сброс настройок. Кнопочка есть назад. Автомобили. Контроль дверей, окон, память сидений, система помощи водителям. Здесь, кстати, когда глушишь двигатель, сидение отъезжает назад, как в премиальных автомобилях. Тебе комфортно выходить. И так же ты зашел, только нажимаешь, оно сразу подвигается. И все, зеркала настраиваются под тебя. Контроль дверей, окон, автоматическая блокировка. Есть сигналы закрытия автомобиля, свет и звук. Блокировка, разблокировка при удалении приближения. Так, управление задней дверью. Высота открытия двери багажника. Ну, вот смотрите, кстати, прикольно, что можно регулировать. Прикольно сделать. Смарт открытия двери багажника. Смарт открытия. Это я не знаю, что такое. Кто знает, напишите в комментариях. Вот, беспроводная зарядка, понятно. Все, система помощи водителя. Динамическая парковка есть. Напоминание о скорости, ограничении уведомления, усталости. Режим рулевого управления. Спорт и комфорт. Комфорт, он становится такой более мягенький, такой, знаете, более легкий. Спорт, он хотя бы, знаете, мне больше нравится, что он такой более тяжелый становится руль. Как-то, ну, по мне, поинтересней. Освещение. Включайся. Задержка, приветственный свет, дневные ходовые огни. И корректировка света фар. Так, что у нас прочее? Напоминание того, опережающее включение вентилятора, выключение вентиляции, задержка. И вот здесь у нас настройки, навигация, и все. Навигация здесь турбодок какой-то. Я не знаю, что это такое. Нет. Вот он показывает, где мы. Кстати, знаете, работает такой, знаете, как, ну, средненький планшет. То есть, он такой, все живенько. И здесь все понятно, вот с кнопочкой, куда, чего, соответственно, можно выйти. Так, теперь выходим из машины. Дверь не закрывает, чтобы не орал. Вот у нас автоматический фар. Светодиодный. Смотрите, слушайте, красиво по мне. Что спереди, что, соответственно, сзади. Большие фары, тебя видно. Ну, такая нормальная, приятная машина. Ну, шумоизоляцию надо арку, конечно, усиливать. Здесь вот такой волок есть, а там, скорее всего, под ним, кроме железа, больше ничего и нет. Дверь, кстати, слушайте, как закрывается. Достаточно приятно. Напомню, я метр семьдесят пять роста, и здесь такое достаточно приличное расстояние. То есть, здесь и высоким людям будет чувствовать себя достаточно комфортно, не считая того, что вот как раз, о чем я говорил, именно вот эти вещи, вот они давят тебе вот в ноги. И по мне это, ну, так, не очень. А так, большой, хороший такой семейный автомобиль для спокойной и, наверное, комфортной езды. Друзья, обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и напишите, на какой автомобиль вы хотите увидеть следующий обзор.